Здравствуйте! Меня зовут Ирина Шайдова. Сегодня будет необычное видео. Я сейчас делаю сережки. Вот такая у меня есть модель. И я сейчас делаю несколько сережек подобных. Они будут отличаться. Во-первых, капли все разные по оттенку. Это камни агата. Такие красивые. Прекрасивые. И будет отличаться вот эта вставка. Вот я сейчас доделаю серьги. Вот дальние те сережки мне надо отправить. И чтобы у меня еще оставались такие модели, чтобы уже мне не по фотографии смотреть, как их делать. Я всегда в наличии оставляю еще что-то подобное. Но уже вот сделано и хорошо. Вот такую красивую модель. Очень красивая. Вот этот вот вот эта вставка с ювелирным стеклом. Совершенно прозрачная. И вот такой камень. Заляпанный краской, можно сказать. В общем, смотрится как нельзя. Лучше вот этот контраст. Так, сделаю сережки. Если бы вы видели, что у меня творится в студии. Просто везде бардак. Но убираться я не буду. У меня уже нет ни времени, ни сил, ни желания. Уберу только фурнитуру и накрою. Я знаете, когда уезжаю, я все накрываю. Просто сверху у меня есть такое, будто покрывало. Чтобы не выгорала фурнитура, не выгорали камни. И все коробочки с фурнитурой я, конечно, тоже сразу все уберу. Которые остаются на виду. Я фурнитуру не оставляю, ну скажем так, на открытом воздухе. Фурнитуры у меня очень много всякой разные. Что-то рассортировано по коробкам. А что-то лежит еще в мешках, как бы в запас. Цепи у меня, видите, здесь под золото, здесь под серебро, под бронзу, черные кулоны. В общем, вот так у меня в ящичках, в этих и других везде фурнитура. Здесь я делала украшения с сердоликом. У меня будет коллекция. Там будет много украшений. Много. И сделала несколько моделей. Какие-то могу повторить, какие-то не могу повторить. Вышивала бабочку красивую в тех же расцветках сердоликовых. Поэтому в каком-нибудь из последующих видео я вам покажу эту красоту. Когда делаешь коллекцию украшений, конечно, вытаскиваешь просто весь материал, какой только можно. Видите, тут у меня крупные камни и кулоны. Там у меня мелкие камни и кулоны. Чего у меня только нет. И все вытаскиваешь, и все смотришь, и все складываешь одно к другому. И так образовывается самый большой беспорядок, какой только может быть. Сейчас снимала видео с сережками. Планшет собрала с сережками. Розовый кварц, жемчуг и аметист. Но это я так как бы образно. Потому что здесь есть и тонированный халцидон, и имитация жемчуга. Разные камни. Но в основном аметисты, розовый кварц и натуральный жемчуг. Причем жемчуг барочный. Разные такие модели. Снимала видео. Для ведения канала, для ведения соцсетей требуется просто неимоверно много времени. И у меня иногда просто это выбивает из сил. Это бесконечная история. Так, заказ для Елены был. Я делала украшения с турмалином и золотой фурнитурой. Вот здесь замок обыкновенный, как обычно я сделала. Видите? И красивая такая большая бусина, которая конечно сама это центр композиции. Турмалин. Красивый камень, но и фурнитура под стать. Это вставки это фианита, кубический цирконий. Вот такой турмалин. И к нему сделаны бусы. Вот если бы я их сейчас снимала на том месте, при дневном свете они гораздо ярче. Я когда делала, тоже их снимала. Видите, вот так вот ходить, ловить, где что ярче, где что лучше. Смотрится очень сложно. Это полдня можно ходить за светом, за освещением. Искать эти ракурсы. Вот когда ты просто работаешь, не всегда есть это время. А показать все равно хочется. То, что получается. И вот эти турмалиновые бусы. Это крупный камень 12 миллиметров. Разноцветные. В общем-то тут много зеленых бусин, много розовых бусин. Если мы посмотрим это все поближе. Каждая бусинка. Видите, она такая неоднородная, с очень красивыми внутри рисунками. Вот это просто бусы будут без всего. И к ним браслет. Здесь я сделала вот такой замок поставила, чтобы как бы он перекликался с этой бусиной. Чтобы все-таки немного стразиков здесь было. Но мы про аквамарин. Вот я делала аквамарин. Моя модель. Уже делала ее не раз. Когда-то давным-давно я начала работать с аквамарином для деляры. Но постепенно улучшала эту модель. Потому что первый раз ты делаешь пробно, а потом все время хочется что-то улучшить. И я сейчас стала брать дорогой, придорогой жемчуг на центральное место. И здесь уже центр композиции именно вот эта жемчужина. С очень хорошим покрытием. Очень крупная. Жемчуг здесь стоит эксклюзивный. В первых моделях моих жемчуг был обыкновенный. Тоже он неплохого качества. Но он как бы с рисочками такой был. И вот специально вам показываю, что вот эти вот все выемочки. Я покупаю большие нити. Ставлю вам, наверное, фотографии специально, чтобы использовать такой жемчуг для сережек, для центральных вставок. Можно ли сделать украшение с таким жемчугом? Можно, конечно, будет шикарное украшение из серии эксклюзив. Совсем-совсем не дешевое. И там нити, вот бусинки. Вот все какие-то сильно мятые. У каких-то вот совсем чуть-чуть. Жемчуг косуми, да, так называемый. Мятый жемчуг. Но в основном бусина это крупная с очень хорошим покрытием. И сейчас я на украшение с аквамарином использую именно такие жемчужины. Вот. Ну и само качество камня, конечно, тут просто шикарное. Вот и вот это аквамарин в серебре. Уверена, что многие мне скажут, что в серебре гораздо интереснее. Но я так не считаю. Я считаю, что хорошо и так, и так, смотря какой вариант вам надо в данном случае. И на окончание я ставлю бусинку и вот такую вот подвесочку. Подвесочка может быть больше-меньше, в принципе, как и бусинка. В общем, что вот как я чувствую, чтобы сюда мне хотелось, то я и подвешиваю. И еще один браслет. Этот уже браслет с рауфтопазом, с дымчатым кварцем. Большая бусина в центре с очень красивой огранкой. И она чуть светлее, чем те бусины, которые далее находятся. И уже огранка у них такая более плавная. Вот такой браслет. Он был сделан в комплект. Но перед тем, как поехать, еще я хочу собрать что-то с собой, чтобы там порукоделить. Это уже, это не то, что болезнь. Это просто необходимость, когда тебе надо что-то делать. Постоянно что-то делать. У тебя в голове одно ты сделала, у тебя задумка уже следующего. Вот это я вытаскивала простые стеклянные бусины. Мне нужны были. Вот это я брала кристаллы сваровские. Думала, может быть, что-то с ними сделаю. Надо тоже все сложить. Если брать кристалл, допустим, такого цвета, то соответственно и бисер надо подбирать к нему же. В общем, я еще думаю, что мне взять просто на какой-то новый проект. Новый проект. Это все сваровские. Целая большая вот такая коробка. И вот это все тоже я выбирала одного цвета. Думала, как мне какое украшение начать делать. Но сейчас я думаю, что у меня есть вот такой чокер. Мне, в принципе, очень нравится вот эта оплетка. На камеру сейчас она смотрится темней, чем она есть на самом деле. Но, в принципе, вот этот подбор бисера, который работа уже была проделана, он есть. Я вот думаю, у меня есть еще вот такие элементы. Может быть, сделать еще одно украшение с этими элементами и с таким бисером. Вот я думаю. И такое же похожее. Вот такое точно колье. Не знаю, сейчас подумаю. Потому что в деревне мне нужна какая-то монотонная работа и минимум материалов. То есть, допустим, бисер, игла, фарлайн, что горелка. Вот самое главное, ничего не забыть. И бисерный коврик, конечно. Потому что без бисерного коврика никуда. Вот сейчас я подумаю, что выбрать. Покажу вам. Швензы у меня есть вот такие, которые хорошо подходят к этому браслету и к фурнитуре, которая стоит в браслете. Сейчас скину фотографии Елене и она выберет. Если она сразу мне не ответит, то не обессудьте. Сережки я сделаю без вас. На всякий случай прощаюсь с вами. Жду непременно какой-либо комментарий. Не забудьте поставить лайк. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. До скорых встреч. Скоро будем делать еще какое-нибудь украшение вместе. Всем всего доброго. До свидания. Как всегда, на самом интересном рабочий день заканчивается. Что я насочиняла? Я это все оставлю сейчас до завтра. Уверена, что я завтра приду и все переделаю. Потому что на следующий день как-то другими глазами это все смотрится. Но пока то, что я насобирала. Вот сюда все-таки вот эти красивые бусины мне подошли. Потому что я в поддержку вот этим вот эти взяла бусинки. Они подходят под кулон очень хорошо. И в них есть красный цвет. Красно-малиновый. Такой он переливается. Если я эту красную бусину, несмотря на то, что она в другой цветовой гамме все-таки... У меня вариантов, оказывается, просто выше крыши. Нет, это точно нет. Она прям... Мне хочется прозрачную бусину. Но если я ее обрамлю фурнитурой бронзовой, она будет совершенно по-другому. Вот. Поэтому я надеюсь на то, что она склонится к этим бусинкам. И будет хорошо. Вот. Вот этот фрагмент будет стоять высоко. Ну, в общем, в районе чуть выше груди. Вот это будет ниже груди. Это будет сатуар. Так. И на конце тоже такие же бусинки. Наверное, будут. Наверное. Так. Закрою окно. А то солнце в окно. пробивается. Так. И второй вариант вот с этими водянистыми голубыми бусинами. Но тут у меня очень большие вот эти гальванические бусины. Видите, они тоже есть разные формы. Разные по размеру и разные расцветки. Еще у меня вот такой вариант был. Этот еще больше. И еще синее. Но вот таких у меня только две бусины. Возможно, сделаю серьги с ними. Уж больно. Они хороши. Я вообще забыла, что они существуют. Вот. Если как-то комбинировать. Вот к этим они хорошо подходят. Бусинам. Вот. А еще у меня есть из чудеснейшего магазина. У меня есть несколько видео. Бусин много не бывает. Где вот эти просто чудесные бусины. Они настолько прозрачные. Там настолько хорошее стекло. И настолько хорошая огранка у этих бусин. Они просто как ювелирные камни под раухтапаз. Да. И я думала, может вообще не мудрить оставить один вот этот вот. Но завтра я думаю, что я к этому так склонюсь. Или допустим, вот взять вот эту красивую бусину. И к ней цепочку. И через цепочку вот этот типа раухтапаз проставленный. Вот эти бусины очень дорогие. Стеклянные. Я их покупала целый пакет. Поэтому мне точно хватит на длинную цепь. А здесь уже придумать тоже какую-то кисть. Кисть. Наверное, придумать. Вот. Тоже будет очень хорошо. Или вот здесь тоже не мудрить. Ничего. Вообще никаких вставок не делать. Просто подвесить. Знаете, иногда перемудрить. Это гораздо хуже, чем недомудрить. Поэтому подумаю об этом завтра. Сегодня ухожу. Если вдруг не будет времени у меня завтра снимать. Покажу в каком-нибудь из видео то, что у меня получилось. Потому что не всегда есть время снимать. Все. Жду от вас комментариев. Жду лайк. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.